уважаемые зрители подписчики и все кого интересует ремонт вопрос ремонта отделки однокомнатной квартиры в моем случае сейчас я нахожусь в однушке 44 с половиной квадратных метра кирпичный дом планировка в принципе здесь свободно ничего несущего нет квартира взял в строящемся доме еще год назад на этапе строительства недавно то есть она сдалась вкратце расскажу мы сейчас где-то на полпути к окончанию ремонта расскажу все этапы которые я прошел и что было конкретно сделано в этой квартире квартира находится на первом этаже дверь пока не менял здесь принципе чтобы никто не трогает этот провод основной мы будем переставлять эта коробка так сказать у застройщика меняется вот на эту коробку количество этих аппаратов не строительные поэтому так общее чем так скажу поменяли сделали подготовку по электрике все перед натяжным потолком была увеличена ванная комната священная с туалетом получается вот досяг где-то мы на 50 сантиметров ее увеличили сейчас выравниваем эту ташку а потом уже на дизайн проекте я покажу то есть что конкретно было сделано это были такие основные элементы балкон я решил присоединить утеплить его и присоединить полностью комнате убрал все что здесь было раму плиту соединительную которую внизу было поменял окно на теплое хорошие окошечко у меня еще пока вопрос остался что делать с этой вентиляции она особо потому что не играет большой роли именно в такой длине ее можно укоротить уменьшить тут котел закрыли чтобы не пачкался также совместно с газовой станции здесь был получается вот такой вот длинный так сказать длинная нога газовая труба была до середины кухни она тоже уменьшена и перенесена вот так вот компактно здесь будет дополнительная вентиляция выставлено в комнату и на вытяжку сделали клонку перепланировку еще раз говорю на дизайн проекте покажу это будет отдельная комната спальная кстати вот батареи тоже сделаем накопленная продолгили стену утеплен в целях сохранения объема помещения и так небольшого вот так вот выглядит дизайн проекта после нескольких недель настройки замазаны заплатаны вот изначально была такая планировочка вот получается вход заходили здесь была кухня балкон ван туалет и вот такая вот комната что-то вроде как раньше называют зал в итоге здесь план по сносу схем вот эта стена снесена вот здесь получается у ванны снесена и синим здесь выделено получается то что возвели этот уголочек дополнительно вот здесь перегорочку сразу под шкаф здесь и под шкаф здесь и вот эта часть увеличена здесь сделали комнату дополнительно сделаем вентиляцию вопрос о том что комната не может быть там без окна сделаем и переточку и вытяжку чтобы движимый воздух был вот это уже останется как студия это зона кухонная по расстановке мебели сейчас я вам покажу по расстановке мебели получается диван зеркало шкаф здесь увеличенная ванна стиралка умывальник унитаз с инсталляцией ванна именно ванна хотелось бы здесь спальня здесь столик зеркало тут увлажнитель для нас это важно здесь также шкаф тут гарнитур обеденная зона здесь будет столик во всю длину будет штора прокрыта здесь диван здесь зона телевизора все работы ведет ванна мастер мой хороший друг самое главное в этом деле и профессионал большой с более чем 10 летним стажем строительным строительство еще со школьных лет то есть у нас следственный потомственный строитель Сергей контакты выложу добавлю вниз Сергей к этому моменту уже вместе с бригадой строил мне деревянную баню в которой я в текущий момент живу где-то 90 квадратов плюс гараж плюс фундамент под дом сеть работу он имеет полную компетенцию выполнять знания навыки все что для этого нужно так что всем кому нужны строительные работы можете обращаться это где-то чуваши и так в радиусе 200-300 километров пока дальше не выезжает он маленькие дети чтобы все таки жить рядом с семьей и работать рядом с домом пока все достаточно бардачно но тем не менее все понятно еще на этапе залития застройщиком стяжки во всей квартире на этапе еще залития стяжки застройщиком во всей квартире я вместе с специалистами по сантехнике которые здесь делали в доме договорился чтобы они теплые полы установили везде так как у меня первый этаж я решил подстраховаться то есть выключить всегда можно будет и сделал в теплые полы стяжку уже застройщик заливал на теплые полы мои стяжка сделана кстати очень хорошо и стены достаточно ровные то есть поэтому это было очень хорошее удачное решение я думаю и учитывая что это было сделано на порядок до того как я начал ремонт то есть в момент ремонта для кармана это уже не было так заметно производство стяжки и соответственно прокладка теплого пола крема следует следует в